Ребята, привет! С вами Илья и видеоблог Акнантам.ру. Недавно я получил по почте письмо в конверте. Там обнаружилась карточка медицинского страхования. Я подумал, что тут такое, я же ее не заказывал. Но потом сообразил, что старой карточке исполнилось ровно 10 лет, и система перевыпустила эту карту. Вместе с этим 10 лет исполнилось моему первому ВНЖ, но сейчас это уже статус ПМЖ. Но первую карту я получил как раз 10 лет назад. В октябре. И, кстати, есть тоже влог с поездки в Любляну. Я просто снимал себя на телефон, рассказывал. В общем, я приезжал получать эту карточку и прописываться в Словении. Если хотите посмотреть, как я выглядел 10 лет назад, после просмотра этого видео, можете глянуть. Ссылку я оставлю. Сегодня в честь этого события у нас вообще какой-то год прям юбилейный. И тут масса всяких поводов сказать 10 лет тому, 10 лет тому, 10 лет тому. Потому что переезд растягивался на целый год. Так вот, в честь этого события я хочу поделиться с вами сейчас 10 какими-то интересными находками, идеями, советами, предостережениями. Все в практической плоскости для тех, кто живет или переезжает в Словению. Но прежде чем мы начнем, еще важный анонс. В четверг, 19 октября, в 20.00 по Москве, то есть в 19.00 по Любляне, я буду проводить здесь большую открытую трансляцию. Буду рассказывать о Словении, отвечать на вопросы. И я не просто подготовил ответы на вопросы. Я подготовил действительно интересный материал, который будет очень полезен всем тем, кто задумывается о переезде в Словению. Поэтому обязательно приходите. Ссылочку я на эту трансляцию оставлю. И да, запись мы постараемся сделать, но не обещаю, что она получится. Если получится, ссылку я размещу, но лучше приходите онлайн. Ну все, поехали. Назову их фишками. Итак, фишка первая. Часто люди жалуются на превентивную медицину в Словении. Она действительно слабо развита для взрослых людей. Там все в порядке с детьми, но вот когда мы становимся взрослыми, то всем как бы на нас вроде как и все равно. Так вот, ну мало кто знает, что после 35 лет для мужчин и после 45 лет для женщин в Словении есть программа для того, чтобы пройти бесплатный скрининг, такой чекап. Но этот чекап не всего и обо всем. Этот чекап именно направлен на вашу кровеносную систему. То есть это профилактика инфарктов, инсультов и так далее. Соответственно, если вам исполнилось 35 лет и вы мужчина, или 45 лет и вы женщина, можно обратиться к своему врачу, к своему терапевту. У вас же есть терапевт. И таким образом попросить пройти этот бесплатный чекап. Это делается по обычной страховке, то есть даже не нужна дополнительная. Вот вам как раз способ позаботиться о себе в этом возрасте. И, кстати, эту процедуру можно повторять раз в 5 лет. Когда вы становитесь старше, там добавляются еще дополнительные, такие же бесплатные скрининги программы. Например, программа для женщин 50+, от мамолога насчет рака груди. То есть профилактика рака груди. Пользуйтесь этим, потому что это хорошая возможность действительно следить за своим здоровьем лучше. Фишка номер 2. Когда вы оформляете карточку медицинского страхования, она у всех вот примерно так выглядит, вы, соответственно, можете зайти на сайт ЗЗЗС и заказать себе вот такие европейские карточки страхования. Что это такое? Это карта, на которой есть специальный номер, с помощью которого вы можете обратиться к врачу где-нибудь в другой стране. Это распространяется на Европу и еще на ряд стран. Здесь сейчас появится еще надпись дополнительная, на какие страны точно она распространяется. Таким образом, если вы едете в эту страну, вы просто должны заказать заранее такую карточку и вам не нужно покупать обычную туристическую страховку. Но важно понимать, что по этой карте можно обратиться к врачу, если у вас что-то не так. Но если вы, например, на горнолыжном склоне сломали ногу и вам нужна помощь, эвакуация и отправка вас домой, то, конечно, нужна специальная страховка для этого. То есть это просто медицинская страховка. К слову, мы один раз ей воспользовались. Мы были на Тенерифе, у нас заболело ухо у ребенка, мы поехали к врачу, показали эту карточку, все, они там ее завели. В общем, мы ничего не заплатили за прием, все произошло по вот этой карточке. То есть просто, грубо говоря, вместо того, чтобы расплачиваться, мы предоставили эту карту. Ее особенность в том, что, еще раз, она ничего не стоит, она заказывается буквально в несколько кликов, там нужно ввести свои данные и все. И в течение буквально пары дней эти карточки приходят к вам домой. Карточка действует год, потом ее нужно перевыпускать. Фишка номер три. Когда вы путешествуете, давайте продолжим теперь тему путешествий. Когда вы путешествуете, вы можете не покупать сим-карту местного оператора, если вы путешествуете по Европе. Почему? Потому что, как правило, во все пакеты мобильных услуг сейчас включен так называемый EU-трафик. Вы, соответственно, можете зайти на сайт вашего оператора, посмотреть эту информацию, там путешествия за границей, и там будет написано, сколько вот этого EU-трафика входит в ваш пакет. Можно просто задать вопрос, да, и вам тоже ответят. И, соответственно, когда вы выезжаете из Словении, начинает действовать вот этот EU-трафик. Он обычно, ну, определенного объема. У меня вот сейчас на тарифе 16 гигабайт. И, соответственно, можно тоже смотреть путем отправки определенной смски. У меня, например, в Т2 это смс-ка на номер 4 однерки с надписью «Параба». Вот эту «Парабу» отправляете, вам приходит смс-ка, сколько этого EU-трафика вы потратили, сколько осталось. Можно отправлять даже из-за границы. Я, например, из Испании отправлял такие смс-ки, но постоянно смотрел, мониторил, сколько у нас там осталось трафика на том телефоне, на том телефоне, для того, чтобы его раздавать, этот трафик, и нормально пользоваться интернетом на всех устройствах. В общем, это очень удобно. Я уже очень давно не покупал никаких симок, потому что все включено. Фишка номер 4. Когда вы пользуетесь услугами мобильной связи по договору, а в прошлом мы говорили как раз о таком варианте, то есть вы не просто купили симку туристическую, а вы заключили договор, и уже по этому договору вы каждый месяц платите определенные деньги. Так вот, когда вы работаете по договору с оператором как на телефон, так и на интернет, или там на телевидение, вы столкнетесь в Словении с таким термином, как визава. Визава – это привязка вас к этому оператору. Вы можете ее оформить, а можете ее не оформлять. Когда я только переехал в Словению, я все время думал, а вдруг мы там уедем? То есть это визава обычно на 2 года. То есть на 2 года нужно привязаться. И если ты привязываешься, то тебе дают скидку. Она может быть 10%, 15%, редко, когда 20%, но обычно там около 10%. Но тем не менее, если вы будете считать, это все равно экономит. Я думаю, окей, а если я уеду, то как бы эта визава, соответственно, я не выполню условия этого договора, или я буду переезжать с этой квартиры. На самом деле, я рекомендую вам эту визаву сразу же оформлять. Почему? Потому что если вы будете переезжать просто из квартиры в квартиру, вы будете переносить просто точку этого же оператора на другой адрес. И это не расторжение договора. То есть, соответственно, все будет так же. Вы просто на другом адресе подключите этого же оператора и все. Смените адрес. Если же вы будете расторгать договор, то вам, скорее всего, нужно, конечно, заранее это уточнить, но, скорее всего, вам нужно будет вернуть как раз ту сумму, которую вы сэкономили. То есть оператор дал вам 10% скидку, вы год этой 10% скидкой пользовались. Соответственно, если вы прекращаете эту визаву, то вот ту самую сумму, которую вы сэкономили за этот год, вам нужно будет вернуть оператору в качестве расторжения этого договора, этой визавы. В общем, в любом случае, это экономия. Никаких особых подводных камней здесь нет, но на всякий случай уточняйте вот именно условия расторжения договора, когда вы подписываете этот договор о визаве. Возможно, у кого-то есть какие-то, ну, иные там нюансы, но обычно все здесь честно и в порядке. Фишка пятая. Наверное, все знают, что такое отрошкин додаток. То есть это пособие на ребенка. Но, как я убеждаюсь, не все его сразу же оформляют. Если у вас есть дети, если вы переезжаете в Словению, помните, что вы после того, как вы уже официально трудоустроились, вот, соответственно, вы можете обратиться в Центр за социальное дело, в социальную службу, да, и попросить заполнить вот этот вот документ, называется он «Влога», для того, чтобы вы получали субсидию на ваш детский сад и пособие на ребенка. Это будет серьезно экономить ваши затраты. Ну, пособие там небольшое, 70-100, по-моему, 50 евро, в зависимости от вашего дохода. Чем больше ваш доход, тем меньше будет это пособие. И также рассчитывается субсидия на садик. То есть стоимость садика во многом может взять на себя община, и пусть берет. То есть таким образом вы платите налоги, но государство вам немножко этих налогов возвращает в виде субсидии и пособия на ребенка. Это хорошая помощь вам, и это совершенно нормально для каждого человека, который живет в Словении с детьми. Поэтому не смущайтесь и оформляйте это как можно быстрее. Таким образом вы можете серьезно сэкономить и, ну, как бы вернуть часть своих налогов. Фишка шестая. Пойдем дальше. В Словении очень много озер и водоемов, маленьких прудов и так далее, где можно ловить рыбу. Причем очень разную рыбу, и этой рыбы в Словении много. Но практически вся рыбалка в Словении платная. Соответственно, нужно пойти на сайт, посмотреть, какие есть варианты. Вот можно там ловить и отпускать. В этом конкретно водоеме можно там забирать. На что можно ловить, на что нельзя. В общем, обязательно нужно покупать лицензию. Поэтому, если вы хотите половить рыбу, то помните, что в Словении вся рыбалка очень хорошо зарегламентирована. Однако, есть бесплатный вариант. Это половить рыбу на побережье. То есть, соответственно, если вы ловите рыбу в море с берега, то везде в Словении это бесплатно. Кстати говоря, в Хорватии это тоже требует лицензии. Фишка седьмая, про которую очень мало кто знает, даже из тех, кто живет здесь долго. Это тоже предостережение. Если вы любите кататься на велосипеде, а если вы живете в Любляне, наверняка во время от времени перемещаетесь на велосипеде, помните, что нельзя ехать на велосипеде в наушниках. Даже если вы не слушаете музыку, просто там повесили наушники. Нельзя. За это можно получить штраф. И есть люди, которые этот штраф получали. Несмотря на то, что на улице я часто вижу людей, которые едут с наушниками. Нет, это запрещено. И еще запрещено садиться на велосипед, даже если вы выпили там немножко пива. То есть, если на автомобиле у вас есть стаж, да, и там более трех лет, то вы можете сесть за руль, выпив там кружку пива, а вот за велосипед вы не можете сесть. Имейте в виду. То есть, это тоже наказывается штрафом. Фишка восьмая. В Словении прекрасные библиотеки. Начинайте ими пользоваться. Если вам нужны книги, фильмы на словенском языке, там можно брать CD-диски, можно купить просто привод. Мы когда-то купили привод специально для этого, потому что уже в современных устройствах его нет. И, соответственно, можно смотреть лицензионные классные фильмы, мультики и так далее на словенском. Соответственно, берите это все, спрашивайте в библиотеке и пользуйтесь. Для взрослых пользование библиотекой платное. То есть, нужно оформить эту карточку урбана. Но там какая-то совсем прям крошечная сумма в месяц. А для детей вообще бесплатно. Соответственно, вы можете просто оформить карточки на детей и на их карточки брать то, что вам нужно. Очень удобно, очень классно, современно работают библиотеки. Прям рекомендую. Фишка девятая. Когда вы переезжаете в Словению, главный у вас вопрос – это язык. И это нормально. И, соответственно, люди начинают искать, где пойти и где его брать. Так вот, курсы славянского, которые дает государство, они есть бесплатные. Но они, насколько я понимаю, их можно получить через полгода жизни в Словении. То есть, вы уже оформили ВНЖ, и через полгода вы, соответственно, можете на эти курсы податься. И там еще надо их ждать. Ну, в общем, часто этот процесс затягивается. Но мало кто знает, что если у вас есть дети либо садиковского возраста, либо младшего школьного возраста, вы можете сразу же податься на курсы славянского для родителей. И, соответственно, там ждать не надо, и вы попадете на них быстрее. Вот, соответственно, помните, что есть бесплатные курсы языка для родителей. Когда мы переезжали, кстати, такого не было. А сейчас такая вот опция есть, и ей можно пользоваться. Фишка десятая и последняя. Для студентов. Сейчас, опять же, многие переезжают по студенческой теме, то есть, идут учиться, в процессе учебы уже думают о том, как здесь в перспективе трудоустроиться, либо открыть свое дело, и здесь, соответственно, получить ВНЖ уже на других основаниях. Так вот, просто помните, что когда вы пошли учиться, вы можете при обучении остаться на второй год. Это совершенно нормально, это не зазорно. Более того, второй год будет для вас существенно дешевле, то есть, он может там стоить в три раза дешевле, чем вот этот первый год, который вы уже прошли. Вот, и позже тоже можно задержаться на дипломную работу, и таким образом увеличить срок нахождения в Словении за счет вот таких фишек, лайфхаков. Так, итак, у меня все. Это были 10 каких-то полезных, интересных вещей. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что было для вас новым, вообще, что вы знали, что не знали, и, может быть, еще какие-то ваши собственные есть открытия. Поделитесь, всем будет интересно. И приходите на мою трансляцию, которая будет в четверг, еще раз, в 19.00 по Любляне, в 20.00 по Москве. Приходите с вопросами, будем разбираться с тем, как жить в Словении с умом. Все, всем спасибо, всем пока, и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok